Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Попов Михаил Васильевич, профессор по кафедре экономики и право, президент Фонда Рабочей Академии. Я хотел бы высказаться по поводу тех событий, которые происходят сегодня в Луганской и, возможно, будут происходить и в Донецкой Народной Республике. Эти события связаны с тем, что в этих республиках, к сожалению, происходит очень длительное нарушение закона, нарушение самых элементарных прав работников. Какое самое элементарное право работников? Если человек работает, он имеет право получить заработную плату. Если человек не получает заработную плату, он имеет право приостановить производство до выплаты зарплаты. Вот, скажем, у нас в Трудовом кодексе России записано в 142 статье, что человек, не получивший зарплату более чем 15 дней, вправе приостановить работу, уведомив об этом администрацию до выплаты зарплаты. Что вот я, Иванов Иван Иванович, приостанавливаю работу до выплаты зарплаты. Это не значит, что он остановил работу. Он приостанавливает. Потому что человек должен, чтобы работать, он должен есть, между прочим. А чтобы есть, надо получать зарплату. И, как вы понимаете, это не миллиардеры, не миллионеры рабочие. Как вы понимаете, шахтеры нуждаются в постоянном хорошем питании. У них есть семьи, и они не имеют никаких других источников существования. Поэтому, не в уплату зарплаты, это не просто нарушение, это преступление. То, что это преступление, это зафиксировано в Уголовном кодексе Российской Федерации. И, наверное, то же самое относится к ЛНР и ДНР. И, кроме всего прочего, у нас это неоднократно применялось. В частности, порядка 150 тысяч не выплачено было зарплаты работникам, которые строили космодром Восточный. И тогда пришлось применять вот эти самые статьи Уголовного кодекса. Так что те люди, которые не уплачивают заработную плату, или те, которые под разными предлогами всякие делают махинации, вроде бы как была одна шахта, те ее переименовали или передали в другую, так сказать, в другую систему государственную же. А государство является в данном случае собственником, так ответственный не этот собственник прежде всего. И поэтому вот такого рода махинации это противоправные, противозаконные махинации против работников. Вот такие сейчас противоправные махинации, которые широко распространены, к сожалению, в российских предприятиях, они широко применяются на шахтах Донецкой и Луганской республики. И сейчас, особенно в Луганской республике, там, где трудящиеся выступили против нарушения законов. А как они выступили? Никак они не выступили, они просто приостановили свою работу. Там называют это событие забастовкой. Не какая-то не забастовка. Если я приостановил работу, потому что мне не выплачивают зарплату, это никакой забастовкой не является. Потому что забастовка предполагает процедуру, забастовка предполагает выдвижение требований. Тут какие требования? Никто ничего не требует. Вы мне должны заплатить зарплату, то дальше я буду продолжать работать. Если мне не заплатили зарплату, ну вы же не помещик. Если помещики, то они, конечно, могут заставлять крепостных крестьян работать, так сказать, на оборщине бесплатно. Но они хотя бы землю предоставляют для того, чтобы потом что-то там производить на своем участке. Тогда они работают всего три дня или четыре дня в неделю на оборщине. А тут получается сплошная оборщина и никаких денег. То есть это грубейшее нарушение закона, вопиющее нарушение закона. Причем все это прикрывается тем, что у нас, так сказать, идут военные действия, что у нас особое положение. Особое положение не мешает воровать по существу. То есть забирать ту заработную плату, которая не принадлежит. Между прочим, фактически принудительно делается так, чтобы рабочие давали в кредит всю ту зарплату, всю ту зарплату, которую они не получают. Ну, причем не только в такой кредит, за который они процент не получат, но это такой кредит, когда они зарплату, эти деньги, которые у них забрали, вообще не получат. И причем делается очень просто. Работал яскость я на этой шахте, переписали меня на другую шахту. Первая принадлежала государству, вторая принадлежит тоже государству. Я на том же самом месте, той же самой техникой занимаюсь этой работой. И вдруг я оказался, что все мне уже не должны. Ну, это просто жулики. Это жулики и мошенники. А есть, значит, такая статья, мошенничество в Уголовном кодексе. А что такое мошенничество? Это злоупотребление доверием. Вам люди доверили, думали, что вы как порядочные сказали, что мы вам все обеспечим, подождите немножко. Это немножко превратилось уже в многомесячные сроки, когда люди просто умирают. Ну, и это превратилось теперь уже в то, что попытались на шахте антрацит. Даже, так сказать, работникам, которые сидят и ждут, когда им выплатят зарплату, то есть сидят и ждут справедливого решения и справедливого действия, законного действия. Им пытались сделать так, чтобы они не получали еду, то есть их хотели уморить голодом. А других, которые тоже, так сказать, останавливают производство, приостанавливают работу для выплаты зарплаты, то есть совершают то, что законом предусмотрено во всех буржуазных странах, между прочим. Во всех буржуазных. Тут ничего, так сказать, другого, как вот эти обычные буржуазные отношения. Вы мне платите, я работаю. Вы мне не платите, я не работаю. Ну, это смешно, как вы работаете, а мне не платят. С какой стати? Что это за подарок? Что это за подарки такого рода? Так эти подарки еще оказываются принудительные. То есть не я решил вам подарить, а вы решили забрать то, что вы мне не отдали. Что вы такие? Забирать то, что мне принадлежат. В чьей собственности находится зарплата? Она должна находиться в собственности тех, кто ее заработал. А эту зарплату захватили те, кто к ней не имеет никакого отношения. Главное ее отдать и передать шахтерам. То есть это жулики и мошенники. И поэтому я призываю руководство Донецкой и Луганской Республики, завести уголовные дела против всех мошенников и тех жуликов, которые не выплачивают зарплату, не считаясь тем, на каком уровне они стоят. Снять их, естественно, с работы и посадить в тюрьму. Потому что место им в тюрьме, а вовсе не на постах директоров шахт или других организаций. Это, между прочим, требования, которые относятся не только к Донецкой и Луганской Республике. Если такие артисты появятся у нас, то эти артисты должны точно так же это сделать. Более того, я обращаюсь с просьбой к руководителям российским, к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, к прокурору генеральному, к руководителю Следственного комитета товарища Бастрыкину. Там у нас в Донецке и в Луганске есть граждане Российской Федерации. Их права грубо нарушают им. Зарплату не выплачивают вовремя. То есть, их деньги разворовывают, растаскивают, забирают. Их пытаются арестовывать сейчас. А это действия несовместимые вообще не только с каким-то правом. Они несовместимы даже с буржуазной демократией. Это полуфашистские действия. Или фашистские. Это действия в поддержку украинских военных преступников. То, что сейчас там творят, и то, что там разжигают конфликты между главной опорой, в том числе и опорой военной в отношении безопасности и независимости Донецкой и Луганской республики, эти вот преступники, я думаю, что нужно и этот вопрос рассмотреть, о том, что они подрывают безопасность республик. И все эти люди заслуживают суда и уголовного наказания. Вот, что я хотел сказать, как профессор по кафедре экономики и права. И хотел бы обратиться со всем товарищам, которые там действуют. Гражданам России в Донецке и в Луганске вы защищены российскими законами. И гражданам в Луганской и Донецкой республики законы в Донецкой и Луганской республике в этом отношении такие же. Требования ваши справедливые и законные, а те, кто вам мешает в реализации ваших требований, в том, чтобы вы не работали, пока вам не платят зарплату, это преступники. И относиться к ним нужно как к преступникам и требовать их наказания. Пишите заявление о привлечении к уголовной ответственности, невзирая на лица директора или главный инженер, или это какой-то чиновник, или это какие-то военные структуры или другие, сюда присылают. Это все люди совершают незаконные действия, совершают коллективные преступления. Успехов вам в справедливой борьбе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok